Товарищ губернатор, личный состав 3-й роты 1-го батальона по случаю окончания обучения построены. Губернатор Приморского края Олег Кожемяков встретился с добровольцами, которые одними из первых приняли участие в специальной военной операции на Украине. Во время приветственной речи он напомнил, что в крае еще несколько месяцев назад сформировали отряд «Тигр», бойцы которого являются настоящими героями. За время проведения боевых действий отрядом «Тигр» в взаимодействии со 155-й гвардейской отдельной бригады, они зарекомендовали себя с мужественной стороны, героически совершали всевозможные военные действия, отбивали атаки противника. То есть, сталкивались непосредственно с огневым боем добровольцами гранаты, вы это знаете, в первую же ночь вошли в боевое столкновение, но проявили мужество, герои, что никто не ушел с позиции. В батальоне «Тигр», в тех ротах, которые были отправлены, по всем критериям, которые оценку дает Министерство обороны, у нас меньше всего отказников. Губернатор подчеркнул, что держит на контроле вопросы поставки оборудования, специальной техники и транспорта военнослужащим. Мы вместе с вами дополнительно отправляем еще и квадрокоптеры, рации, будем далее, значит, заказали, будут приходить туда тепловизионные приборы, и в 155-ю бригаду, и к вам, с тем, чтобы вы были вооружены. Будем комплектовывать вас и одеждой, и снаряжением, это наша задача, и вы сейчас видите, что вышел указ президента о частичной мобилизации для создания резервов, накопления сил, средств. Во время церемонии награждения Олег Кожемяков вручил отличившимся медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медаль за отвагу и знаки отличия Приморского края. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.